всем привет к осталось 10 давненько уже не было реакции на добряка и вот его новый ролик такс на прошлом ролике про больничку вы наклепали миллиарды просмотров и лайков и я не пойму вам нравится слушать как я страдал и вы думали миллиарды торговый просмотр это не миллиарды чувак я понимаю это шутка но тем не менее и лайков и я не пойму вам нравится слушать как я страдал и И вы думаете, что я сделаю для вас продолжение? То есть, я что, по-вашему, мазохист? Ладно, сделаю. Как я и говорил, в больничках прошла немалая часть моей жизни. В мире, наверное, не осталось процедур, которым бы не подвергалась моя бренная девица. Ну, кроме, наверное, вот этой, ну или этой. Что, собственно, не особо... Чечеческая многоножка, ненавижу. Каждый мой визит в больничку начинался с экзекуции. Секунду. Так, Римси, давайте продолжим. Насчет человеческой многоножки. Не смотрел ни одну часть и не буду смотреть никогда. Это очень оберзительный фильм. Ненавижу. Люто ненавижу. Чего? Да мне пофигу. ...девуалированной аббревиатурой ФГС. Это, кстати, вообще излюбленная тема больниц. Из этого названия ты не понимаешь, что там тебе будут смотреть. Думаешь, ну там погладят, постукают, послушают, но нет, тебе засовывают в рот здоровенный черный шланг. Ютуб, это не то, что ты подумал. Не бань, это реально здоровенный черный шланг. При этом тебя держат несколько врачей, чтобы ты не дергался, дабы тщательно изучить твой внутренний фильм. Ютуб подумает и дача, несмотря на то, что ты там что-то показал. Иди нахуй отсюда. Данная практика глубокого проникновения занимает буквально пять минут, но когда лежишь на этой кушетке, кажется, будто проходит вечность. Я не видел ни одного ребенка, кто бы вышел из кабинета без слез и соплей. Хотя нет, одного все же видел. Он зашел в кабинет и буквально через минуту вышел счастливый и радостный. Чувак, ты чего такой веселый? Да, прикиньте, повезло. У меня кровь из желудка рванула, и процедуру отменили. У-у-у, шик, бэби! У-у-у! Вот так действительно повезло. Окей, допустим. Так как лечение это дело разностороннее, то далее подход был уже с другой стороны. В прямом смысле. Думаю, много кто знаком с клизмой. У меня так вообще с этой подругой каждодневные свидания были утром и вечером. Но для счастливых... Добряк сэмпай! Это когда ложишься на бочок и тебе ловким движением на опережение вопроса зачем нужно было снимать штаны вливают через черный ход несколько литров воды. Во время этого ощущение такое, что вот-вот буквально лопнешь. Что и стало с героем следующей историей. После этой промывательной процедуры нужно сразу же посетить уборную, которых на весь блок всего лишь две. Одна прямо у кабинета, что логично. Другая аж на другом конце всего отделения. Так вот, выбегает этот бедолага из кабинета в соседнюю дверь, но он совсем забыл, что это было детское отделение, населенное, по всей видимости, сплошными юмористами. Так как несколько парень специально засели там и держали дверь. Эх, сколько же я увидел сменяющихся эмоций на его лице. От ярости до мольбы и обратно, когда стало ясно, что путь ему теперь не бессит. Пять стадий принятия. Не знаю, кто в реальности быстрее, Соник или Флэш. Но в этот день ловить им было нечего. В мире родился новый герой. Хотел бы я сказать, что он добежал, но лучше не скажу ничего. Я лучше расскажу о шикарной новости. Совместно с моими друзьями из Болу-Топа. Ну, ёперный театр. Вот не имется же. Хотя, с другой стороны, за счет этой рекламы они становятся более популярнее. Так что... Цель оправдывает средства как-никак. Да, у меня тоже есть большой черный шланг, только он называется Зарядник. Сейчас мы его подсоединим. И продолжим. Спокойненько. Вот если бы отсутствовала реклама, ролик был бы более короткий, чем обычно. Долгим и неприятным. И название одной из них Зондирование. Это примерно как в ЛГС, только шланг не такой толстый и лежать с ним приходит... Я знаю только одно зондирование. В соус-парке Stick of Truth. С несколько часов. При этом, покачиваясь на грелке, Акихронос переворачивая песочные часы и наполняя стакашки собственной желчью. А что? Звучит романтично. Также существовало и компьютерное зондирование. Это примерно то же самое, только сидя перед компьютером с еще несколькими такими же счастливчиками. В то время у меня не было компьютера и я всегда о нем мечтал. Но эти посиделки за компом с приятелями я бы предпочел забыть. Ну и напоследок самое пикантное. И пикантность это конспирационно называется РРС. Как бы вам это поделикатнее писать, представьте, что вы автомобиль и вам выхлопную трубу вставляют... Мамаш. ...почтают с расширителем и пристально рассматривают внутренний мир на предмет всяческих отклонений. В больничном комьюнити принято не говорить об этой процедуре. Все просто молча выходят из кабинета с выпученными глазами. Но одна забавная история у меня все-таки есть. Когда в этой больнице лежал мой друг, на этом ректальном осмотре он начал дико паниковать. И чтобы его как-то успокоить, доктор параллельно разговаривал с ним. Все будет хорошо. Хорошо, а ты любишь мороженое. Если будешь хорошим мальчиком, то ты любишь щеночков. Мой друг мужественно вытерпел эту процедуру, но к его большому удивлению, мороженое ему так никто и не дал. Кинули его. Развели нас. Лоха. Ну и на этой веселой ноте я попрошу вас поставить лайк, подписывайся. И ведь с одной стороны хочется верить этим историям, с другой стороны, а не выдумывает ли сам Добряк? Вам такое не кажется? Ну, мне лично... У меня лично 50 на 50. На этом все.